После третьего звонка за кулисами очень оживленно. Актеры повторяют важные диалоги, настраиваются на выход к зрителю. В зале их ждут самые благодарные и вместе с тем придирчивые поклонники. Маленькие дети. Студентка третьего курса Анастасия Карасева сегодня золушка. На ее месте хотела бы оказаться, наверное, любая девчонка. Роль замечательная. Просто, мне кажется, счастье сыграть такую роль. Для того, чтобы мечта сбылась, нужно верить и не сдаваться. Вот и в театре не побоялись взяться за бессмертную и знакомую каждому сказку. Историю о бедной золушке рассказывали уже много раз. Спектакли, кино и мультфильмы. На этот раз авторы постановки постарались переложить сказку на современный манер. Переходим к упражнению номер 48. Яркие костюмы и искрометные шутки. Авторы постановки постарались сделать золушку действительно новогодней премьерой. Причем рассчитывали не только на детей, но и на их родителей. У меня важно было, чтобы родители приходили, не отбывали наказание вместе с детьми и смотрели просто потому, что нужно. А чтобы всем было интересно. И вот я как-то так подумал. Золушка у меня первое всплыло в воображении. Это бал. И сама история, мне кажется, очень актуальна. У меня даже написано. Это сказка для детей и взрослых. Тема исполнения заветных желаний актуальна во все времена. В пример золушки каждому наука. Нужно просто очень захотеть, и все получится. Даже без феи-волшебницы. Екатерина Платонова, Константин Воробьев. Наше время.